Театральный зал культурно-досугового центра созвездия переполнен, все сидящие места заняты виновниками торжества. Зеленоградский отмечает День пожилого человека. Молодое поколение почтительно расположилось в проходах, что не сильно мешает им поддерживать наставников и друзей, громко подпевая знакомым песням. Замотно и ложатся, и от осени не спрятаться, не скрыться, листья желтые, скажите, что вам снится, что вам снится, что вам снится. На сцене местные творческие коллективы самых разных возрастов. Сегодня они выступают для своих родных, немного волнуются, но очень стараются. Концертная программа продумана до мелочей, в репертуаре в основном детские песни. Но есть и известные шлягеры, и композиции про осень. Считается, что пожилой возраст – это золотое время, точно так же, как и золотая пора в осенний период. У многих деток здесь свои бабушки, дедушки со всех сторон, они их ждут. А потом бабушки, дедушки – это те самые люди, которые, я думаю, что больше всех ценят творчество своих детей, чужих детей, потому что для бабушек, дедушек нет чужих детей, для них все свои. Поэтому я думаю, что это самый лучший публика. Полная неожиданность. Я не ожидала, что так блестяще все организуют, разнообразно. И малыши выступили, и взрослые. А фор ветеранов с гармонистом просто вне конкурса. Сами жители пенсионного возраста с трактовкой «День пожилого человека» не согласны. Им по душе называть праздник «День мудрого человека». Единогласным решением торжество переименовывается прямо по ходу концерта. В праздновании на десерт, причем в прямом смысле этого слова, предусмотрены сладкие подарки в фирменных пакетах зеленоградского поселения. Я не буду принципиально называть слово, как называется праздник. Потому что все вы молоды душой. Все вы действительно красивы. И от того, что вы по жизни прошли такой жизненный путь, вы не стали черствее, вы не стали злыми, а вы наоборот очень добрые, улыбчивые. День пожилого человека отмечается с 1970-х годов. В 1991-м он приобрел статус международного. Это было закреплено на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В России торжественные мероприятия в честь старшего поколения проводятся с 1992-го года. Как правило, это происходит в первый день второго осеннего месяца, то есть 1 октября. Павел Розин специально для телеканала «Твой». Что ты можешь сказать для бабушек, для дедушек в честь праздника? Чтобы они были счастливы, добры и здоровы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.